Курс на российских поставщиков. Всего их сейчас у Автоваза порядка 700. Увеличить число именно отечественных производителей задача нового руководства. По сотрудничеству завод выдвигает три главных условия. Выполнение технических и технологических требований, высший уровень качества и конкурентная цена. Важность локализации подчеркивает президент Автоваза Николя Мор. Ему уже доводилось работать в сфере закупок, в том числе над локализацией поставщиков для производства в Китае, Бразилии, Румынии и других странах. К чему мы на самом деле стремимся, это чтобы уровень качества автомобилей Lada находился на том же уровне, что и продукция компании Renault, Nissan и Datsun. Да, иногда требуется новое оборудование, но, что зачастую еще нужнее, привлечь современные практики и опыт, которые необходимы поставщикам, чтобы обеспечить необходимый уровень качества. Что нам необходимо сделать? Это помочь чисто российским поставщикам. Мы были свидетелями того, как порой продукция надлежащего качества, производимая на территории Самарской области, по непонятным причинам не закупалась, а закупались турецкие комплектующие, которые были дороже и не лучше по качеству. Тольятинский ВАЗ – одна из мощнейших площадок российского автопрома. Завод выпускает больше одного миллиона машин в год. Мы находимся около линии по сборке автомобиля на платформе B0. Сначала здесь на корпус крепят двигатель, устанавливают шумоизоляцию, пол, и после машина обрастает уже внутренним интерьером. Конвейер работает непрерывно 16 часов, и за смену здесь трудится 300 человек. Раньше производство шло круглосуточно. Сейчас предприятие продолжает работать в режиме неполного рабочего дня. Валерия Макаров, Алексей Золотенков. События.